Дорогие коллеги, сегодня у нас, представляете, предпоследний вебинар в этом году. Давайте его начнем, уже два часа. Рада вас приветствовать, надеюсь, что сейчас еще будут к нам присоединяться люди. Сегодня у нас интересные темы, и первый наш спикер – это Людмила Вайс из Алтайского края. Я приглашаю ее в эфир. Здравствуйте, уважаемые коллеги, еще раз. Я очень рада приветствовать вас на этом вебинаре, хотя мне немножко непривычно, что я не вижу даже в онлайн-формате никого, кроме Полины. Полина, спасибо, что вижу вас. Это очень здорово. Я соскучилась по летней школе, по команде Университета детства, по всем участникам, поэтому сегодня я в платочке летнешкольном. Ну что ж, приступим к моей теме. Тема моя видна сейчас на слайде. Полина нам листает, да, Полина? Наша тема – это психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях создания детско-родительского клуба на базе дошкольной образовательной организации. Вот начать хочу с того, что не так давно, несколько недель назад, я смотрела вебинар с замечательным спикером, и она начала свой вебинар с того, что чем дальше от Москвы, тем все сложнее и страшнее с инклюзивным образованием. И вы знаете, мне стало немножечко обидно, потому что мы далеко от Москвы находимся, все-таки Сибирь, но тем не менее мы не считаем себя какими-то неуспешными в этой деятельности, в этой работе. Мы очень любим то, чем мы занимаемся, и делаем это с превеликим удовольствием. Ну, когда я немножко успокоилась и проанализировала ситуацию, ведь действительно работаем не только мы, но и другие детские сады, и многие коллеги выражают обеспокоенность, обеспокоенность свою этой темой инклюзивного образования, и в целом сопровождение детей с ОВЗ, и самое большое волнение в детских садах, которые находятся в сельской местности. И наш опыт, а мы именно сельская местность, я думаю, поможет нашим коллегам из детских садов, находящихся в селе или в небольших поселках или городках, поможет как-то организовать деятельность по психолого-педагогическому сопровождению, и мы очень счастливы поделиться сегодня своим опытом. Итак, приступим. В 2014 году на базе нашего детского сада «Золотая рыбка» был организован детско-родительский клуб «Мы вместе». И уже более пяти лет он успешно функционирует и является, с одной стороны, и вариативной формой дошкольного образования, и, с другой стороны, он является формой сотрудничества педагогов и родителей. Сегодня мы расскажем поподробнее, почему эта вариативная форма в наш клуб включены детки, в том числе и с тяжелыми множественными нарушениями развития, и также те детки, которым не показано посещение детского сада в обычном режиме. И также в наш клуб входят детки, которые посещают детский сад в обычном режиме в условиях инклюзии. Но наша задача – помочь в первую очередь родителям. Родители у нас получают как педагогическую помощь, так и психологическую помощь, и даже социальную помощь семьи у нас тоже получают. Об этом я расскажу попозже, или, точнее, вы увидите это из ролика. Сейчас вот нам нужен следующий слайд. Я расскажу о специалистах сопровождения, то есть о нашем кадровом обеспечении. У нас работает учитель-дефектолог, два педагога-психолога, два учителя-логопеда, есть воспитатель изо-студии, есть воспитатель физической культуры, точнее, два воспитателя физической культуры, два музыкальных руководителя, два старших воспитателя. Ну и, конечно же, наши любимые, незаменимые, самые главные воспитатели групп, которые берут на себя, наверное, большую часть ответственности за сопровождение детей в условиях инклюзии. Воспитатель экологии у нас также есть, и плавательного бассейна. Вот такая у нас команда, которая работает с детками. Нам, наверное, повезло, потому что с учетом того, что мы сельский детский сад, у нас, как вы видите, очень хороший сад. Не хватает только тьютера. Я думаю, что в скором ситуация изменится. Не от нас это, конечно, зависит, но мы надеемся на лучшее. Вот так вот проходят наши занятия. Вы можете посмотреть это на фотографиях. И листаем следующий слайд. И здесь у нас материально-техническая база. Как, думаю, вы уже догадались из должности воспитателя плавательного бассейна. Наш бассейн – это наша гордость. Он у нас новенький, он у нас здоровский, отремонтированный. И, конечно, для деток у нас есть занятия в плавательном бассейне еженедельные, один раз в неделю. Причем мы не ограничиваем деток во времени. У нас уже бывает детки засыпают прямо в воде. Есть у нас и спортивный зал, и гимнастический зал. Есть у нас специально оборудованное помещение под детско-родительский клуб с доступной средой. То есть и архитектурная доступность у нас есть, и вообще другие виды доступности образования деткам. То есть у нас есть современная площадка и прочие прелести, которые позволяют нам совершенствовать и совершенствовать коррекционный процесс. Об этом журналист Галина Сивова сняла фильм о нашем клубе. Она даже стала победителем с этим фильмом на конкурсе журналистов, и я предлагаю вам его посмотреть. Полина, помогите нам в этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Алтайский край, Благовещенский район, поселок Степное озеро. Детский сад «Золотая рыбка». Его посещают более 300 воспитанников, мальчишки и девчонки, у которых нет особых проблем со здоровьем. Но ведь особенные дети тоже имеют право получать образование, в том числе и дошкольное. Нужно только создать для этого условия, решили в детском саду. В нашем детском саду все началось с победы нашего проекта в конкурсе инновационных технологий в Алтайском крае. То есть мы разработали проект по сопровождению семей, имеющих детей и инвалидов, подали его на участие в конкурс, который был объявлен главным управлением образования Алтайского края, и наш проект вошел в число победителей. Вот с этого все и началось у нас. Началось создание детско-родительского клуба «Мы вместе». В 2014 году детский сад получил грант губернатора Алтайского края. Разработали программу, приобрели специальное оборудование, игрушки, пособия. В работу включились опытные специалисты. Сжимай мячик, посмотри, как ты сжимаешь. Захват, захват сделай, просто Вадик, посмотри, пожалуйста, на мячик. Это кадры с первых занятий клуба. Вадим старательно выполняет задания педагога. У мальчика детский церебральный паралич. Каждое простое для здорового ребенка движение Вадиму удается с трудом. Периодически он проходит курсы реабилитации специализированных центров. Олеся, мама мальчика, очень обрадовалась, когда в родном поселке появилась возможность регулярно приводить сына на занятия лечебной физкультурой, рисованием, музыкой, получать помощь логопеда, психолога, дефектолога. Для наших детей это очень большая возможность научиться ходить, научиться каким-то новым движениям, навыкам, потому что, может быть, для нормального, здорового ребенка обычное движение – это обычным, кажется. А для нас, чтобы что-то, какое-то движение сделать для нашего индивидуального ребенка, это очень большая такая возможность. И специалисты это помогают. Они помогают нашим. Помогают детям, чтобы помочь всей семье. Не случайно клуб детско-родительский. Проблема не только в ребенке-инвалиде, проблема вообще, она окроется полностью в семье. Очень редко семьи, которые могут похвастаться тем, что у нас полная счастливая семья, несмотря на то, что у меня ребенок-инвалид. Причем, чем сложнее у ребенка заболевание, тем, скорее всего, больше вероятности маме остаться одинокой. И когда начинаешь общаться с семьей в целом, а не с отдельным ребенком, ты понимаешь, ты начинаешь разбирать проблемы уже семьи. Сегодня в клубе 15 воспитанников. В основном это дети с задержками психического и речевого развития, синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом. Некоторые ребятишки посещают группы детсада общеразвивающей направленности. Но большинство в силу особенностей заболеваний не имеют такой возможности. Для этих деток и их родителей посещение клуба еще и возможность разнообразить свои будни, пообщаться с педагогами, другими семьями. Ведь родители зачастую сами нуждаются как в психологической поддержке, так и в педагогической помощи по воспитанию ребенка. Здесь у нас родители общаются между собой. Они смотрят какие-то приемы, методы, как можно работать с ребенком дома. Я думаю, что это и детям, и родителям только плюс. Занятия интегрированные, то есть связанные между собой. От одного специалиста ребенок тут же идет к другому. Согласованность действия педагогов, по их словам, позволяет достигать наилучших результатов. При этом обязательно участвуют родители, получают консультативную помощь, закрепляют навыки работы со своим ребенком, осваивают эффективные методы, технологии. Посмотрите, ребята, я возьму красочку и вот сюда вот так ее опущу и подую. Работу детско-родительского клуба по достоинству оценили в профессиональном сообществе. Детский сад «Золотая рыбка» вошел в банк лучших педагогических практик Алтайского края. Три года подряд здесь проводится стажерская площадка. Опыт по психолого-педагогическому сопровождению семей, воспитывающих детей-инвалидов, перенимают коллеги из образовательных учреждений края. Здесь мы увидели очень много хорошего. Кабинеты все оснащены, значит, развивающаяся среда очень богатая, и все специалисты. Это оказывает огромную пользу всем педагогам, так как позволяет использовать именно практические методы работы и теоретические. Это что касается будней клуба. А ведь здесь особое место занимают праздники. Дети, родители и обязательно выпускники, а их уже более сорока, собираются вместе, устраивают музыкальные утренники, карнавалы и экскурсии, выезды в парк отдыха, развлечения в русской избе, арт-фестивали. Дети и родители активно принимают участие в выставках и конкурсах, реализовывая свой творческий потенциал. Все мероприятия требуют финансовых затрат. И здесь смогли найти выход. Установили сотрудничество с общественными и коммерческими организациями, дружат с волонтерами, ежегодно проводят благотворительные акции, концерты в поддержку особенных детей. В 2017 году собирали средства на давнюю мечту – уличную специализированную игровую площадку. Откликнулись новые друзья из благотворительного фонда «Забота» местного градообразующего предприятия открытого акционерного общества «Кучок Сульфат». И состоялось открытие площадки. Занимательный лабиринт с развивающими элементами, карусель, приспособленная для деток-колясочников, для игр с мячом на площадке установлено баскетбольное кольцо. Специализированные возвышенные песочницы могут играть ребятишки, которым в обычных песочницах этого не удавалось. Дети в восторге, а родители, видя такую заботу, от всей души искренне благодарят за такой необходимый их семьям подарок. Мы надеемся на то, что очень долго еще будет существовать ваш клуб. Он у нас такой один. И очень долго будут существовать те люди, которые могут подарить нашим детям то, что делаете вы. Большое вам спасибо за все. Материальная база клуба значительно укрепилась в 2018 году, когда детский сад «Золотая рыбка» стал участником государственной программы «Доступная среда». К примеру, появился игровой набор «Дары Фребеля», состоящий из комплектов деревянных фигур. Такие занятия служат для всестороннего развития воспитанников детсада. Есть и модный бизи-борд. А как вам «Лого-робот-мышь», которую нужно вывести из лабиринта кусочку сыра? Или говорящий логический куб? Но самое главное, благодаря участию в программе и поддержке администрации района состоялось новоселье. Изначально клуб располагался в бывшем методическом кабинете на втором этаже, что для особенных детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата конечно доставляло ряд проблем. Сейчас клуб на первом этаже. Здесь отдельный вход, раздевалка, два больших зала для занятий, санитарная комната, которая приспособлена для детей-инвалидов. Детско-родительскому клубу мы вместе всего 5 лет. Есть еще неосуществленные мечты, есть грандиозные планы и пока не решенные проблемы. Однако и результаты работы уже не маленькие. В 2018 году детский сад «Золотая рыбка» признан лучшим инклюзивным детским садом Алтая и финалистом всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Педагог-психолог, руководитель клуба Людмила Вась стала победителем всероссийского конкурса грантов и стипендий Льва Семеновича Выгодского. Педагог получила возможность стать участницей летней школы в Москве. А в этом году Людмила Вась была приглашена в качестве куратора. Полученный опыт и новые знакомства в профессиональном сообществе это еще одна возможность для развития клуба, где работают, конечно же, не ради наград, а ради успехов воспитанников, их позитивной социализации и адаптации в обществе, ради семей, получающих поддержку. Быть рядом, быть вместе. Не это ли самое главное? Вот прошло пять лет, да, вот как в фильме говорят, мне сама до сих пор не верится, честно говоря. И как-то даже просматривая каждый раз фильм, сама даже как-то эмоционально все это проживаю заново все эти пять лет, и думаю, неужели такое могло случиться. Я всегда вот этим фильмом и всегда своими выступлениями хочу другим показать такой пример, не как опыт, неоткуда взявшиеся опытные педагоги стали работать с детьми, а как раз-таки показать то, что пять лет назад у меня совершенно не было никакого опыта работы с детьми. Я даже, честно говоря, могу признаться и не стесняюсь этого, у меня до сих пор еще нет педагогического образования. И я уже на пути, скоро получу в следующем году. Вот. И понимаете, когда мы приходили, для нас было очень главное иметь вот желание. А желание — это тысяча возможностей, нежелание — тысяча причин. И поэтому желание работать с детками, желание делать мир лучше, желание менять нашу и их жизнь к лучшему, оно все-таки многое смогло сделать. Поэтому, если вы хотите, то все у вас получится. У нас же получилось. Хотелось бы, конечно, закончить на позитиве. Ну и если вдруг есть вопросы у вас, конечно, я поделюсь всеми наработками. Я никогда не жадничаю, ни я, ни другие коллеги мои. И хотелось бы рассказать о последних достижениях наших в инклюзивном образовании. Сегодня, два часа назад, мы стали лучшим детским садом Алтая в номинации «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья». Мы получим 100 тысяч рублей на развитие нашей материальной базы, плюс подарки получили на Ураша, такой современный цифровой комплекс, и книги какие-то разные. В общем, я еще пока не видела. Но это тоже заслуга за нашу, такое поощрение, за наш пятилетний труд. Он был совершенно искренний. Хоть и не всегда мы делаем все так, как надо, но делаем так, как мы это делаем, и делаем это с душой. В 2019 году, то есть в этом году, я стала еще полуфиналистом всероссийского конкурса «Доброволец России». Да, я этот же самый проект подала на этот конкурс, стала полуфиналистом, и получила возможность побывать в городе Сочи на международном форуме волонтеров. Поэтому это еще одна такая победа весомая в нашу копилочку. Я думаю, они еще продолжатся, это только начало. И у вас все получится. Спасибо большое, Людмила. У меня мурашки по коже, вы делаете великое дело, и многое зависит от специалистов и пространства, которого у вас много. Респект вам. Молодцы. Поздравляем с победой. Спасибо. Мы очень рады за вас, за ваши успехи. Спасибо, Таня. Спасибо. Тогда я воспользуюсь случаем, знаете, как в поле чудес, воспользуюсь случаем и передаю привет всем летней школьницам и летней школьникам. И, конечно же, хочу команде Университета детства и хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и подарить такую вам виртуальную открыточку. Вот можете полюбовать. Ух ты, с мышкой. Конечно, год у нас мышиный, поэтому пусть в вашу жизнь приходит благополучие, пусть вы получите подарков столько же много, сколько на этой ёлочке у мышки, пусть вы соединитесь, так скажем, более, более-более глубже со своей семьёй. Я просто так соскучилась. У меня не было три недели, я вернулась 40 минут назад. Вот, ещё сижу на вебинаре, но очень хочу обнять дочь. Поэтому я вам желаю семейного счастья, благополучия и всего-всего самого наилучшего. Я вас всех люблю. Людмила, это взаимно. Спасибо вам огромное. И отдельное спасибо, что вы открыли, так сказать, этот период, начало поздравления с наступающим Новым годом. Спасибо вам большое. Тогда вопросов нет, мы вас отпускаем к дочке. Ей большой привет от нас. А сейчас давайте перейдём к следующему спикеру. Это Алена Фалёва из Архангельской области. Она выступит с темой квест-технологии взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, Полина. Спасибо за выключение. Ещё раз добрый день, коллеги. Сегодня я, конечно, посмотрела вебинар Людмилы, очень восхищена её работой, работа их коллектива. И хотела бы сегодня представить свой опыт работы, как же мы взаимодействуем с детьми с особыми возможностями здоровья. В нашем детском саду работают группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. И именно с ними я веду свою работу как учитель-логопед. В последнее время число детей, имеющих тяжелые речи и нарушения, неуклонно растёт. И особую тревогу вызывает тот фактор, что большинство нарушений речи связано с органическим поражением центральной и периферической нервной системы, что в большой степени затрудняет работу учителя-логопеда по исправлению нарушений речи. Процесс нормализации всех компонентов речевой системы и лексики, и грамматического строя, и фонетики затягивается. И интерес ребенка к логопедическим занятиям очень быстро теряется. Чтобы повысить интерес к занятиям, важно было найти такой стимул, который бы мотивировал ребенка, создавал интерес, вызывал стремление красиво и правильно говорить. Я, конечно, в своей работе применяла различные стимулы. Это были и наклейки, и грамоты, и разные вкусности, и словесные методы. Но опыт применения этих приемов показал достаточно низкую заинтересованность в силу однообразности приемов не только с детьми, но и при взаимодействии с родителями. В большинстве случаев интерес детей терялся вследствие продолжительного этапа коррекции речевых нарушений. Дошкольники не чувствовали себя успешными и снижалась отсюда и их мотивация. Мне пока не нужно листать, нужно вернуть. Все. Моя задача была создать такую ситуацию успеха, чтобы ребенок себя чувствовал успешным не в конце коррекционного обучения, когда мы уже достигли желаемого результата, а именно в процессе коррекции, на пути к хорошему результату. Постоянная мотивация дошкольников и формирование устойчивого интереса к занятиям одна, я считаю, сейчас из центральных проблем в педагогике, потому что мы сейчас имеем дело совершенно новым, с новыми детьми, новыми родителями, которые воспринимают информацию уже по-новому. И поэтому и мы, педагоги современности, точно так же должны идти в ногу со времени и по-новому уже преподавать те образовательные области, которыми мы владеем. Учебная деятельность для ребенка с проблемами в развитии будет неуспешной и неинтересной, а для педагога превратится в такую монотонную, рутинную работу, которая не будет приносить ему удовлетворения. Поэтому на современном этапе развития наиболее востребованными, конечно, являются интерактивные деятельностные формы организации образовательного квеста, образовательного процесса. И к таким формам, конечно же, относится образовательный квест. Что же такое квест? Это, конечно же, увлекательная приключительская игра, как для детей, так и для взрослых, в которых необходимо решать самые разные задачи для того, чтобы достигнуть определенной цели. Особенно значимо, что квесты могут проходить в любом помещении детского сада, на улице, на участке для прогулок, в парке, то есть в любом месте, где мы можем организовать поиск нужной нам информации. Образовательный квест достаточно новая форма обучающих и развлекательных программ. С этой формой дети полностью погружаются в процесс и получают заряд положительных эмоций. Живой квест не только позволяет каждому участнику проявить свои знания, способности, но и способствует развитию коммуникации между участниками. В квестах всегда присутствует элемент соревновательности, творчества, неожиданности, ведь никто не знает, что ждет детей и их родителей, например, на следующей станции. Использование квестов позволяет мне уйти уже от традиционных форм обучения детей и значительно расширить рамки образовательного пространства. Квест, как и любая образовательная деятельность, призвана решать несколько задач. Это, во-первых, вовлечение каждого ребенка в активный творческий процесс, усвоение новых знаний, закрепление имеющихся, развитие интереса, творческих способностей, воображение, поисковая активность, воспитание, доброжелательность, взаимопомощь, толерантность, личная ответственность за выполнение работы, формирование навыков взаимодействия со сверстниками. Образовательный квест имеет свою структуру. При подготовке и организации образовательных квестов необходимо определить цели и задачи, которые ставит перед собой организатор. Учитывая ту категорию участников, то пространство, где будет проходить игра и написать сценарий. Самое главное, наверное, самое трудное, это создать мотивацию. То есть мы должны заинтересовать участников для того, чтобы они этот квест захотели пройти. Итак, начинаем, разберем структуру квеста, с самого первого, это постановка задачи и распределение ролей. Здесь мы можем для детей предложить какую-то легенду, что-то случилось, что-то произошло, мы должны разгадать какой-то секрет, мы должны помочь герою что-то найти, либо у нас что-то пропало, и мы тоже так же идем на поиски нужного нам предмета. Следующей составляющей структуры квеста является список заданий, по-другому мы его называем маршрут. Маршрут может быть представлен в различных формах. Это может быть простой маршрутный лист, где мы можем детям показать все уже станции, и ребенок, и также его команда могут уже видеть, куда они дальше пойдут, и как они решат этот квест. Либо это может быть волшебный клубок, запутывая который, мы точно так же пройдем все задания, все станции, и в конечном итоге перейдем к нашей цели. Также это может быть волшебный экран, если мы хотим использовать интерактивное оборудование, то есть либо это на экране планшета, либо это на мультивидейне перед презентацией у нас появляется какая-то карта, либо загадка, либо ребус. Также могут быть маршруты сделаны в форме неожиданных встреч, это когда участники проходят свой маршрут, попадая к разным героям, и выполняя задания на одной станции, участники получают ориентир, куда им двигаться дальше. ну и конечно самое главное и интригующей составляющей нашего квеста, это является конечно же конечная цель, то есть получение приза, получение ответа на вопрос. Именно ради этого, собственно говоря, мы и строим весь наш квест. Для того, чтобы квест был действительно увлекательным и в то же время обучающим мы должны дать возможность участникам проявить себя, чтобы каждый мог себя в этой игре чувствовать значимым, чувствовать свою необходимость участия в этой игре. Это касается как детей, так и взрослых. по мере того, как мы пытаемся разработать, как мы разрабатываем сценарий квеста, они могут быть разных видов. Это линейные, хочу сразу сказать, что в основном я использую именно этот вид квестов. Игра здесь строится по цепочке, то есть разгадав одно задание, участники получают следующее. Кольцевые, они тоже представляют тот же линейный квест, единственное, что он проходит в замкнутом круге, то есть если я выбираю несколько команд, то они выходят на задание из разных точек и пройдя все станции, все испытания, они возвращаются обратно на точку старта. Ну и штурмовые. Я считаю, что этот вид квестов больше подходит для взрослых и, например, уже школьников, потому что здесь командам предстоит самостоятельно выбрать точки с подсказками, выбрать себе маршрут и выбрать тот путь решения этой задачи, как они будут проходить. В чем же преимущество квеста? Во-первых, конечно же, это игра. И квест позволяет путешествовать. Путешествовать даже в рамках одного помещения детского сада, но открыть это помещение с разных, с неожиданных сторон, можно так сказать. То есть мы путешествуем к определенной цели через прохождение каких-то трудностей. конечно, способствуют развитию аналитических способностей, развивают фантазию, творчество. В ходе квеста может за короткий промежуток времени развивать ребенка по разным образовательным областям и реализовать разные виды деятельности. Использование квеста позволяет нам уйти от традиционных форм обучения детей и значительно расширить рамки образовательного пространства. Конечно же, это очень эффективная форма взаимодействия и с детьми, и с родителями, и с педагогами. Эта форма позволяет мотивировать участников квеста и создавать им такую ситуацию, когда они захотят обучаться, захотят проходить задания, чтобы в конце концов получить того результата, который планировал в начале квеста. И, конечно, образовательная задача осуществляется через игровую деятельность и носит поисковый характер, что является, я считаю, основополагающим именно в организации таких технологий. Формы квеста по взаимодействию в нашей образовании мы можем разделить условно на три категории. педагог-дети, педагог-дети-родители и квест для педагогов. Таким образом, квест-технология стала для меня тем ключиком, который позволил объединить детей, родителей, педагогов. В своей работе я, конечно, использую все эти формы построения квестов. И чтобы не быть голословным, я хотела бы вам представить опыт проведения таких квестов в своей работе. Итак, первый квест, первый вид квеста это педагог-дети. Я хочу вам представить занятие по обучению грамоте. автоматизация звука С. У каждого квеста должна быть, конечно же, легенда. легенда в данном занятии была такова, что дети получили письмо от тетушки совы, которая очень просила собрать бусинки, потому что ее бусы рассыпались по лесу, ну и предложила детям карту, где эти бусинки могут находиться. Конечно же, дети с удовольствием отправились в путь, соблюдая очередность выполнения заданий и собирали бусинки на разных станциях. В ходе этого занятия мы смогли, конечно, его представить по-новому, но, однако, и сохранили его традиционность. То есть, естественно, у нас были станции, на которых мы выполняли и артикуляционную гимнастику, и логаритмические упражнения, и звуковой анализы, синтез, водовой анализ, и упражнения на развитие слухового восприятия. То есть, занятие получилось очень жилым, эффективным, и интерес детей поддерживался на протяжении всего путешествия. Хочу еще вернуться к карте. Постоянное представление карты перед глазами детей позволяет им очень хорошо подвести рефлексию. То есть, дети, обращаясь в конце занятия на карте, без труда говорят, какие задания они выполняли в этой игре, какие были задания наиболее трудными, интересными, и что нового они узнали. Следующее занятие в форме квеста, которое бы я хотела вам представить, это также занятие по обучению грамоте в форме квест-игры День рождения Лунтика. Хочу сразу сказать, что занятие получилось комплексным, нам удалось интегрировать разные области. занятия были задействованы музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель, и каждому из них нашлось в нашем путешествии особое место. Как я уже говорила, все квест-игры мы проводим по цепочке, то есть каждый из этих педагогов, переодевшись в героя мультфильма, ждал детей на своей станции. Так, легендой данного квеста стал приход кузнечика Кузи к детям нашего детского сада с целью того, чтобы они помогли ему собрать подарки для Лунтика. Конечно, подарки мы собирали на разных станциях. Здесь была и пчелка Мила со своими чистоговорками, с которой дети выполнили открытку из цветочков. Здесь была пчелка Бавакапа, которая поиграла с детьми в игру Неболейка. Также здесь были и вредные гусеницы, которые спрятали все подарки и найти их помогли детям знания о предлогах. Ну и в конце концов, когда дети собрали все подарки, они, конечно же, очутились в гостях у Лунтика и поздравили его вместе с его другом. Хочу сказать, что рефлексия вот на это, в этом занятии, точно так же пройдена была очень необычным, интересным способом, потому что не педагог спрашивал детей, где, что они нового узнали, и что было интересным, трудным и так далее, а Лунтик попросил ребят рассказать, с какими трудностями или с чем интересным они столкнулись на пути к его домику. И таких квестов с детьми мы проводим, конечно, очень много, но особую мою любовь вызывают квесты в форме педагог, дети и родители. Это самая эффективная форма, на мой взгляд, взаимодействие с участниками образовательных отношений. Она позволяет за краткий промежуток времени познакомить родителей с несколькими направлениями коррекционной работы и представить им информацию, которая будет вызывать их интерес или отклик. Мое взаимодействие с родителями по-новому началось с логопедического похода. Это был наш первый логопедический поход, путешествие в волшебный лес. Просто так идти в поход не хотелось. Нужно было пойти в поход с целью того, чтобы собрать природный материал для самомассажа детских ручек. Мы в один из прекрасных выходных дней вместе с родителями отправились в лес, где нас ждал сундучок. открыть этот сундучок мы не могли, потому что он был закрыт на замок. И чтобы открыть этот замок нужно было найти ключ. Ну а ключ был спрятан где-то в лесу и найти его должны были помочь кусочки карты, которые должны ребята получать у разных героев. на первой станции ребят ждала тетушка сова, простите, ворона, которая попросила детей собрать веточки для гнезда. Их дети и родители собирали с большим удовольствием эти веточки, причем складывали мы их именно в форме гнезда на ветки деревьев. Хочется сразу сказать, что мы берем веточки определенного размера и дети и родители очень скрупулезно и кропотливо собирали гнездо для вороны. И тут же они получили первый кусочек карты. Следующим героем, который ждал помощи детей, оказался старичок Лисовичок. Проказницы Белки рассыпали все шишки из его лукошка, и детям с родителями предлагалось собрать шишки в лукошко, а потом поиграть с Лисовичком. Конечно же, Лисовичок также наградил детей кусочком карты. Очень интересным и смешным даже было испытание, которое предложила Баба-Яга. Она предложила детям половить рыбку в лесу, собрать шишки, кто быстрее на перегонки, и когда все задания были выполнены, она отдала кусочек карты, и дети, собрав все части воедино, нашли ключ. Когда же мы открыли наш волшебный сундучок, то обнаружили, что там кроме природного материала, а этим природным материалом были шишки, веточки, чурбачки, даже мох, были сладкие призы от героев. И большим таким итогом этого логопедического похода стало то, что мы все отправились пить чай, который был согрет на костре. То есть это для детей было очень здорово и интересно. В следующий логопедический поход мы уже отправились зимой, и уже даже не столько по нашей инициативе, сколько по инициативе родителей. Назывался он «Гостя Хулешева». Если в первый логопедический поход мы ходили собирать природный материал, то во второй уже логопедический поход мы отправились, чтобы разгадать секрет главного массажера для рук «Шишки». Каждый раз организуя поход необходимо было продумать ход его проведения. Необходимо так было составить сценарий, чтобы наши участники не скучали, чтобы и родители, и дети всегда находились в активе, всегда были активными. И поэтому в этот раз мы решили сделать такой логоспортивный квест. В начале всего, в начале нашего похода наши участники разделились на команды, а помогли нам разделиться на команды ветки, сосны и ели. Дети из мешка вытаскивали нужную веточку и распределялись по командам. Здесь нам удалось также закрепить и относительно прилагательные ветка сосны сосновая, ветка с ели еловая. И предложили мы также детям и родителям придумать название команды. Первым заданием в нашем походе стал опять же тавтология логопедический поход в поисках шишек. Дети и родители шли дружно, не оставляя никого из своих участников по лыжне с лукошками и собирали шишки на своем пути. Нужно было пройти весь путь и вернуться к той точке, откуда они начали свое путешествие. Когда все шишки были собраны и наши команды вернулись на свою точку отправления, то тут мы ждала уже ведущая и лесной гость, который появился из леса. Этим лесным гостем стал леший. Он был очень рад встрече, предложил детям поучаствовать в веселом логоспортивном квесте. Логоспортивный квест был очень непростой, и каждый предмет для заданий был зашифрован, и дети могли его разгадать, применив все свои знания и умения, которые они получили в ходе наших логопедических занятий. например, для первого задания детям приходили, пригодили знания по обучению грамоте. Они должны были выделить звук, который находится в середине слов, названий картинок, и составить слово. И команды без труда догадались, что это лыжи. Именно на лыжах прошло первое состязание. Дети шли на обычных лыжах, ну, а родителям достались лыжи лесовичка. Вот такие большие, деревянные, тяжелые. Следующий предмет, который был зашифрован для состязания, оказал, его нужно было найти на картинке. После долгих раздумий дети предполагали, что это может быть предмет и печка, и пирожок, и бабушка. Все-таки все сообща решили, что это ватрушка. Именно катание на ватрушках и стало вторым испытанием Лешего. Вы не поверите, сколько азарта у взрослых особенно, и радости у детей было при участии в этом состязании. Чтобы узнать, какой будет следующий предмет, Леший загадал детям загадку описания. Например, холодный круглый белый хорошо летает и в цель попадает. Конечно же, это снежок. И Леший предложил детям сыграть с ним снежный биатлон. Казалось бы, такая простая игра, но нашим детям она очень далеко далась. Не все дети смогли не только даже попасть в цель, но и просто кинуть снежок вдаль. Поэтому мы уже понимаем, что у наших речевых детей страдает не только мелкая моторика, артикуляционная моторика, но и крупная моторика. Следующий предмет для состязания дети узнали, собрав слово из букв. Санки у детей были необычные, а лыжные, по-другому они называются финские. Взрослым сначала оказалось неподсилуемо управлять, ведь нужно было встать одной ногой на полозье санок, а второй отталкиваться. Но все же они справились и доставили детям очень много удовольствия, прокатив на таких волшебных санках. Когда же состязания подошли к концу, то Леший пригласил детей к своему костру, где детей ждал чай и подарки от Лешего, вкусные пирожки и ватрушки. И за чашечкой чая Леший и раскрыл секрет этого природного материала, ради которого мы собрались в зимний поход шишки, оказалось, что она нам помогает развивать мелкую моторику и крупную моторику, а также и массирует, массирует, помогает проводить самомассаж наших детям. Проводя рефлексию такого похода, и родители, и дети сошлись введены на мнение, что подобные мероприятия очень нужны и важны для совместного времяпровождения. Главное еще, я считаю для себя, что родители поняли, насколько важным в коррекционно-образовательном процессе является именно заинтересованность родителей и их помощь для педагогов в нашей работе. Квесты настолько понравились детям и родителям, что стали неотъемлемой частью нашего образовательного процесса. Ну, а чтобы погрузиться именно в атмосферу квеста, я вам предлагаю один из таких квестов посмотреть. Так, у нас сейчас видеоролик должен пойти. На моей станции вы должны разгадать мой обычный кресло. Помогут вам этот кресло разгадать упражнение, которое мы с вашими ребятами уже выполняли. Может быть, вы выполняли уже их дома, и они вам знакомы. Первое упражнение. Послушайте внимательно, что мы будем делать, а детки подскажут название этого упражнения. Растинули губки, а зубки не видны. Как же называется это упражнение? Подсказывайте. ...на которой дети научили своих мам делать разгаданную гимнастику. В конце упражнения они получили слово «ребус», с которой они уже определили, куда они двигаются дальше. Кроме ребус, они еще получили участие ребус. «Дальше они попали в транс субь выполняли различные задания на развитие классов. Здесь мы собираем, помогаем маме собрать расцепанные пресетки. И у нас у нас у нас у нас мак раз, мы с тобой снежок слепили. Круглый, крепкий, очень гладкий и совсем-совсем не сладкий. Раз, подбросим, два, поймаем, три. Уру. Дальше веточках одессы нет. А теперь дырку. вкусные саджины на веточках одессы нет. А теперь нерейного воздуха и подруги на него. Други на ручку. То есть мне хоть на берег сначала носом вдохни и носом для суда. Субтитры делал DimaTorzok Давайте тоже все эти три части вместе Что же согревает на всю жизнь? Казалось сердце, именно на сердце было и зашифрованное задание, где детям предлагалось найти клад для мамы И вот таким образом мы очень многие праздники проводим в форме вот таких поисковых развлечений Педагоги других детских садов, узнав о том, какую работу проводим мы с родителями и детьми, заинтересовались нашим опытом И пригласили меня познакомить их с этой новой технологией квест-игра И, конечно же, мы понимаем, что слушать это одно, а действовать это совершенно другое Поэтому я провела для педагогов знакомство с интерактивной технологией квест-игра в форме непосредственного квеста Где педагоги проходили испытания и собирали слова, которые обозначали, как правильно составить структуру для квеста Хочется сказать, что квест-технология, я считаю, что стала очень интересной и такой, знаете, находкой для меня Сейчас, вот даже буквально сейчас мы планируем новогоднее развлечение для детей Тоже в форме квест-приключения Думаем с педагогами, какие задания будут ждать детей, какие станции будут, какие герои будут ждать И я уже предполагаю, что, конечно же, это мы все заснимем И если будет возможность, мы обязательно с вами поделимся тем опытом, который мы еще получим Ну и хочу сказать в заключении, что применение квест-технологий показало, что проблему положительной мотивации дошкольников, конечно же, можно решить, расширив образовательное пространство коррекционной работы, соединив образовательные области Большое спасибо за внимание Хочу сказать, что поход мы, вот буквально у меня был последний мой проект, который я посылала в 2017 году на конкурс Выгодского, он победил там Там была тема «Дерево успеха» И мы организовали поход на территории нашего детского сада и приурочили его к посадке деревьев Называлось это «Дерево успешного выпускника», то есть дети там точно так же ходили по маршруту специальному, выполняли задания И в конце концов, собрав все материалы для посадки дерева, это были лейки, лопаты и сами саженцы, мы в конечном итоге посадили дерево успешного выпускника Да, здесь, значит, Татьяна писала, что мы тоже проводим речевые квесты, если интересно это будет, она дает ссылку И добавили, что классно, спасибо, я просто хочу в поход с детьми Приезжайте к нам Мы вас сводим В логопедический В логопедический Это у нас тоже такой интересный вид взаимодействия, что мы уже очень там нравится его использовать Я думаю, что многие педагоги, кто хоть раз попробует сводить детей в логопедический поход, обязательно Загорите Втянутся А скажите, пожалуйста, про родителей, они как откликаются Вот я уже говорила, что в начале они, конечно, самый первый в наш поход, мы их просто вот так вот очень долго уговаривали Давайте сходим, давайте попробуем И они, конечно, пришли, потому что мы мотивировали их тем, что нам, посмотрите, у нас дети с речевыми нарушениями А средств для самомассажа лучше, чем природные массажеры мы вообще не можем использовать Поэтому они ради своих детей отправились в первый поход А вот во второй поход, это зимний, а давайте мы сходим И мы, конечно же, пошли во второй поход уже вместе с родителями И запланировали и еще, и еще ходить Но пока ждем, у нас в этом году с погодой не везет Снег только сегодня выпал первый раз Здесь был диалог про героев А, я поняла, почему Лунтик И из мультфильмов, да, да, да Знаете, ну вот у нас был звук, когда я уже говорила, то занятие было со звуком Л И лучше, чем герой Лунтик, нам никто не подошел Потому что здесь в этом слове твердый звук Л И слово достаточно простое То есть в этом слове единственный такой вот звук был сложный А все остальные звуки дети выговаривали хорошо И точно так же и герои этого мультфильма Они также были доступны для произношения Милла, Каппа, Кузя То есть вот мы здесь опираемся не только на то, что вот Может быть, да, необычно этот герой Может что-то совершенно не бывает такого в природе и в жизни Но нам здесь было еще и важно следить за произношением детей Чтобы они могли свои навыки правильного произношения звука Л Закрепить именно вот в этом занятии Поэтому и Лунтик Потому что он лагопедический Да, и недавно, кстати говоря, мы говорили с коллегами о том Что герои советских мультфильмов Вот там Леопольд Кто там еще Даже герои мультика Ну погоди, детям сейчас неизвестны И нам, мы уже должны немножко подстраиваться под современные реалии Смотреть эти мультфильмы, которые смотрят современные дети Чтобы применять их своей Чтобы применять героев из этих мультфильмов в своей работе Поэтому Лунтик Да Спасибо, замечательные походы лагопедические Татьяна пишет Да Мы вот после видео прямо хочется в поход Ну я думаю, что каждый в силах это организовать Не обязательно куда-то далеко уезжать Даже выйти на участок своего детского сада И спрячь там записки И детям уже будет интересно Алена, спасибо вам большое за вашу презентацию Да, за чудесные видео Я не могу сказать, что я первый раз, прошу прощения Да? Здорово Это не было заметно Мне наоборот сказали, что вы уже профессионал Это первый опыт Здорово Спасибо вам большое Всего хорошего Спасибо за внимание Всего доброго И с наступающим Новым Годом Что ждет нас на следующей неделе Во вторник Это будет последний наш вебинар В этом году Значит, у нас планируется также два спикера Это будет Елена Варапай с темой Использование нетрадиционных методов в работе детского психолога И Елена Гришина с темой Доброта с экрана Воспитание мультфильмом Спасибо вам большое еще раз за внимание До новых встреч на следующей неделе И хороших вам выходных Всего доброго Продолжение следует...